Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала! Я рада вас приветствовать! В этом видео я хочу вам показать один из самых популярных мотивов в вязании крючком. Это бабушкин квадрат. Нам понадобятся нитки и крючок по размеру. Делаем скользящую петлю. Как сделать скользящую петлю я показывала в одном из предыдущих видео. Кто не знает, как это делать, пожалуйста, посмотрите. Мы сделали скользящую петлю, теперь набираем 2 воздушные петли. 1, 2. И вяжем 2 столбика с накидом. 1, 2. Вот эти 2 воздушные петли, которые мы набрали, они тоже будут считаться у нас как столбик с накидом во всех рядах. Далее вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Еще раз. 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Для бабушкина квадрата нам надо сформировать 4 уголка. Вот один уголок, еще формируем 3. Значит, 3 воздушные петли и опять 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 2 уголка у нас уже сформированы. Формируем 3. 3 воздушные петли. Немножко я подтяну свою серединку. 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 3 столбика с накидом. И последний уголочек. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. 3 столбика с накидом я не вяжу, а соединяю. Немножко затяну свою серединку. Тяну. И соединяю вершину воздушных петель, которые я набирала в начале. Соединительным столбиком. Вот основа нашего бабушкина квадрата положена. Скользящую петлю я затягиваю, чтобы у меня серединка была плотная. Вот такая плотная серединка. Вот так. Все, начало положено. Теперь вяжем по кругу наш квадрат. Далее набираем 2 воздушные петли подъема. 1, 2. То есть подъемы это как место у нас столбиков с накидом. 1 петель. Вот она так и будет идти. И 3 петли поворотные. 3 воздушные петли поворотные. 1, 2, 3. В общем у нас получилось 5 воздушных петель. Теперь в эту арочку, вот в эту арочку вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 3 столбика с накидом. Теперь 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это мы формируем угол второго ряда. И опять 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. То есть в каждом ряду уголок у нас будет формироваться таким образом, что в угловую арку мы должны провязать 3 столбика с накидом, 3 воздушные петли и опять 3 столбика с накидом. За счет этого идет расширение нашего слитка. То есть в каждую арку и формируется уголок. Теперь между этими уголками нужно сделать 2 воздушные петли. 1, 2. И далее опять у нас угловая арка. Мы в нее вяжем 3 столбика с накидом. 3 воздушные петли и опять 3 столбика с накидом. 3 столбика с накидом. 3 воздушные петли. 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Так, между уголками мы помним у нас 2 воздушные петельки. Делаем 1, 2. И опять формируем уголочек. 3 столбика с накидом. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Опять 3 столбика с накидом. Так, сформировали мы третий уголок. Вот он третий. 2 воздушные петли между уголками. И формируем последний четвертый уголок. 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И хочу обратить ваше внимание, что сейчас, как бы по правильному, да, нам нужно связать 3 столбика с накидом. Но у нас вот набор вот этих воздушных петель, она считается как один столбик с накидом, как раз относящийся к этому уголку. Значит, нам нужно провязать 2 столбика с накидом. 1, 2, и сделать соединительный столбик, как раз, 2 петельки отсчитываем, а в третью делаем соединительный столбик. Вот так, соединительный столбик. И таким образом мы провязали, вот видите, у нас получилось как будто 3 столбика вот здесь. Мы провязали второй ряд нашего бабушкиного квадрата. Вяжем третий ряд. Покажу еще как. То есть, смотрите, в каждую арку, теперь, да, здесь, в эти угловые арки, мы формируем также уголок, провязав 3 столбика с накидом и арочку из 3 воздушных петель. А вот в эти арочки, вот в эти арочки, мы провязываем просто 3 столбика с накидом. Но между ними, то есть между уголками, будет 2 воздушные петли. То есть, сейчас мы делаем 2 воздушные петли подъема. И это будет как столбик с накидом вот в эту арочку, да, 2 воздушные петли. И теперь вяжем 2 столбика с накидом, потому что один как бы у нас уже есть, да, вот. Вот так, вот они, 3 столбика с накидом получились как и эту арочку. Теперь 2 воздушные петли, потому что мы помним, что между уголками у нас 2 воздушные петли до уголка, а только в уголках по 3. Теперь в эту арку вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 3 воздушные петли. И еще раз 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Так, все. Теперь мы добираемся до следующего уголка, то есть сюда. Мы видим арочку, в нее надо провязать 3 столбика с накидом. Делаем 2 воздушные петли. 3 столбика с накидом в арку. То есть только в угловые мы делаем двойные 3 столбика с накидом, а во все остальные мы провязываем просто 3 столбика с накидом. Думаю, я понятно объясняю. То есть в угловые мы провязываем двойной 3 столбика с накидом, а во все остальные арочки, вот сейчас одна, в следующем ряду, вот видите, их будет уже 2. И сюда нужно будет провязать 3 столбика, и вот сюда нужно будет провязать 3 столбика. Сейчас покажу более наглядно. 2 воздушные петли и дальше 3 столбика с накидом, и мы формируем следующий уголок. 3 столбика с накидом, 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И опять 3 столбика с накидом. Вот. Одна сторона у меня готова третьего ряда. Думаю, принцип всем понятен. В каждый уголок мы вяжем 3 столбика с накидом, 3 воздушные петли, 3 столбика с накидом. А в эти арочки, которые будут в рядах у нас прибавляться, мы вяжем просто 3 столбика с накидом, а между ними 2 воздушные петли. Принцип, я думаю, понятен. То есть главное начать, а дальше уже вяжите и вяжите. Очень замечательный мотив для вязания, например, пледа, накидки на стул. Кто-то вяжет из бабушкиного квадрата даже пальто, пончо, какие-то кардиганы. Вообще фантазия не ограничена. Можно салфетку, скатерти. Вот он просто вяжется, вяжется. Конечно, если вы будете менять цвета, можно и радужные цвета делать. Вообще фантазия у вас, я думаю, не ограничена. Вяжите, дерзайте. Замечательный мотив. Если вы научитесь его вязать, что хотите, можете с него формировать. Учитесь, дерзайте, у вас обязательно все получится. Если вам нравится видео, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!